Наш следующий выступающий, она из Теннесси, она из очень большой семьи. У них, по-моему, 14 или 15 детей. Она была миссионером в Будапеште 7 лет и учителем там в школе христианской. Сейчас она преподает в нашей христианской школе. Она вышла замуж и родила ребенка недавно. И вот что говорят они, люди. Вот что сказали люди при опросе. Она сострадательна, у нее есть очень твердое убеждение. Она истинный друг, и когда она молится, небеса сотрясаются. У нее сверхъестественный дар гостеприимства. Она знает свою Библию, любит ее. И она всегда открыта для людей. Это Кристо. Не знаю, какая фамилия сейчас. Раньше была Вилчих, но она сейчас замужем. Рейган. Так здорово быть с вами здесь сегодня утром. Господи, используй мои уста. Я твой сосуд, и хочу быть сосудом чести. Хочу осознавать тебя, а не себя. Помашь нас, Господь, и дай нам услышать тебя. Аминь. Я тоже буду стоять, не усижу, возьму тоже себе подставочку, и также это возможность подтянуться немножечко, растянуться. Я не знала, что миссис Шишменнион такая веселая женщина. Это было так смешно, так весело. Спасибо. Давайте откроем Матфея 14 главу. 22 стих. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине. У меня тут к локте что-то прилипло. Ну все, исчезло. И вечером оставался там один. Я не знаю, насколько это связано со штормом, но Бог так сильно говорил со мной недавно о том, что в жизни нужно научиться быть одному, наедине. И нам нужно научиться, чтобы Господь стал нашей частью. И я не говорю о том, чтобы уединиться, стать отшельником. Не так. Или там уединиться, играть в видеоигры. Не таким образом, но научиться быть наедине. В этом стихе, если Иисус всех отослал, учеников отправил от Себя и сказал, «Мне нужно быть одному и поговорить со Своим Отцом». Если Иисус, Сын Божий, нуждался в таком времени с Богом, так же и мы. Если у Него была необходимость поговорить с Господом один на один, то нам это надо в 10 раз больше. Иногда слово «наедине» имеет неприятный ореол, но это то, чему нам надо научиться оставаться наедине с Богом, утихомириться, успокоиться. У нас, как мамы, как участники служения, у нас такое занятое расписание. У нас в церкви каждый вечер что-то происходит. Но иногда просто сядьте один на один со своей Библией и помолчите перед Богом. Научитесь слышать Его голос лично. 24 стих. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Не знаю, как насчет вас, но я не люблю, когда дует ветер, дождь идет, я зашториваю шторы, включаю музыку погромче. Недавно у нас ураган был, и я просто включила погромче музыку, зашторила все в доме. Это слово противный, вы в лодке, вы не можете зашториться, вы не можете закрыть окна. Ветер был противный, ветер дул в лицо. Это не то, что вы там на яхте в приятную погоду. Нет, это было противно. Волны били в лицо. Это идет против нас. Это неприятно. И у нас будут времена в нашей жизни. Я думаю о проповеди, когда пастор говорил, что два моря встречаются. Знаете, иногда будут времена, когда волна просто ударит нам в голову. Это грядет. Это будет. Может быть, шторма работы, мирского, когда вам на работе приходится слушать то, что вы не хотите вообще слушать. Но Бог поместил нас туда. И это шторм. Шторм дружбы. Может быть, эмоциональные американские горки. И вы не хотите в этом участвовать. Но вы там. Финансовые штормы. Когда вы встаете, падаете лицом вниз и говорите, «Господи, Ты обещал, что Ты нас снабдишь, поэтому, пожалуйста, начинай». И я не надменная, но я так молюсь. «Господи, Ты где? Я хочу увидеть Тебя». Есть шторма потерь. Может быть, вы обдавили, потеряли любимых. И я не могу это трогать. Когда вы потеряли так глубоко, и вы чувствуете это в песнях. Когда ваша потея глубока, и вам кажется, что никому нет дела до вашей души. Но мне нравится, что говорится, что ни одному человеку нет дела. Но ваш Небесный Отец всегда будет рядом. Когда два моря встретятся, когда ветер противный. Есть физические шторма. Может быть, вы сидите здесь в зале, и у вас есть рак, и вы никому об этом не говорите. Эти шторма в жизни реальны. Но не на этом заканчивается история шторма. Конечно, мы все умрем, но это не просто катастрофа. «Господь рядом». Давайте дальше прочитаем. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Мне это нравится, потому что, когда вы думаете о штормах, вы в лодке, вы в панике, но Иисус прямо там, в этом шторме, и Он просто шагает по волнам. Как женщины Божьи, Он нас сделал головой, а не хвостом. Возьмите Иисуса за руку, ходите с Ним. Да, Петр стал тонуть, вера подвела. Ничего страшного. Встаньте опять, идите опять с Иисусом. Встаньте на эту воду. Когда я была маленькая, я постоянно пробовала ходить по воде в ванной. Но мы можем ходить с Иисусом в этих штормах жизни. Мне очень нравится эта часть. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Я бы так хотела увидеть этот момент, когда мужики здоровые, завизжали, как девочки. Ай, призрак! Я так хочу это увидеть, картинку, когда все мужики там, такие грубые, вдруг завизжали. Я бы с ними тоже кричала от страха. Они вскричали от страха. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я. Не бойтесь». Он проложит путь в этом шторме. Иисус был там. Он будет разговаривать с нами в наших штормах. Иоанн 16, глава. Конец 32 стиха. «Но я не один, потому что Отец со мною сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но уможайтесь, я победил мир». Мне очень нравится этот стих, потому что там не говорится, что у нас не будет штормов. «Мужайтесь, потому что я победил мир». И мне нравятся эти песни, когда поются о том, что мы победители в нем. Исайя 53, говорится, наказание нашего мира было на нем, и ранами его мы исцелились. У меня может быть из-за этого мир, и я победитель в Иисусе Христе. И, может быть, шторм не остановится до самой смерти. Мы можем с ним ходить по воде. Мы можем быть победителем, вне зависимости от того, сколько штормов иногда атакует нас. покой в шторме приходит от познания того, кем является Бог. Покой – это не отсутствие проблем, как Терри просто прекрасно объяснила. Это не отсутствие проблем. Это знание и слышание того, кем является Бог. Иоанн 14, 27, говорит, мир оставляя вам, не как мир дает вам. Это не естественный мир и покой. Это сверхъестественный, превыше естественной среды, потому что в штормах мы не понимаем, почему это произошло, не понимая, почему я теряю дом, не знаю, почему мой ребенок страдает, или стал наркоманом. Я не знаю, почему я до сих пор не вышла замуж. Но я знаю, к кому я пойду с этой проблемой. И это не только мои подружки. Конечно, есть подружки, с которыми нам хочется говорить, но идите к Богу, потому что только Его Слово проведет вас через этот шторм. И самое сложное решение в штормах. Иисус однажды мне сказал Слово из четырех слогов. И на этом Слове я проплыла шесть лет шторма. Одно слово. И все. Поэтому, если вы Его услышите и слышите Его голос, вы можете хвататься за Него и пройти, проплыть любой шторм и любой огонь. Я думаю, что последний вопрос. Можно ли пройти через шторм, через огонь и не быть обожженным, не быть утопленником потом? Возможно ли, что я пройду через шторм и я потом не превращаюсь в раненого щенка? Есть ли такая возможность? Да, возможно. Да. Псалом первый. Лист не увянет. Иеремия 17, 7, 8. Не нужно видеть жар и чувствовать жар, когда он приходит. Конечно, когда вы в огне, он вокруг вас. Вам нужны молитвенные, молитвенная поддержка и помощь. После того, как закончился шторм, не нужно 15 лет продолжать в этом жить, потому что в этом шторме у нас князь мира. Аминь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...